Я хотел бы затронуть такие перспективные, посмотреть на возможное развитие или даже на текущее развитие, чем сегодня мы занимаемся для того, чтобы долговой рынок развивался. Как наши меняющиеся потребности, меняющаяся реальность приводят к каким инновациям, изменениям. И, соответственно, какие новые идеи есть, новые продукты, я хотел бы передать слово Александру Аксакову и попросить рассказать о том проекте, об инфраструктурных облигациях. Пожалуйста. Я бы, наверное, хотел начать свой доклад с разговора про инфраструктуру. Уже предыдущие коллеги затрагивали эту тему, но речь шла о финансовой инфраструктуре. Я бы хотел немножко поговорить про инфраструктуру реального сектора, когда в стране какие-то турбулентные макроэкономические события. Просто опыт и практика показывают, что страны как раз фокус свой меняют на инфраструктурное развитие. Потому что это такой драйвер, мультипликативный эффект. В принципе, все известные фразы. И китайский пример, и пример США после Великой Депрессии. Как раз для подъема экономики необходимы масштабные проекты. Понимая вот такую проблематику и понимая, что в целом инфраструктурные проекты требуют как раз такого длинного финансирования, притом льготного, потому что норма доходности обычно низкая, возвратность длительная. Правительство разработало ряд инструментов. В основном это инструменты бюджетного финансирования, либо субсидирования. Но есть в том числе и инструменты рыночные. Вот как раз инфраструктурные облигации, оператором которых является Институт развития Дом.РФ. Это один из этих инструментов. Просто в двух словах о том, как он работает. В принципе, схема достаточно простая. У нас есть SPV-компания, называется SOPF. По аналогии у ВЭБа тоже есть SOPF. По сути, имитент ценных бумаг. И Дом.РФ как институт развития, как корпорация с рейтингом AAA по национальной шкале является поручительством по таким бумагам. То есть, с точки зрения рыночного инвестора, по правде, это высококлассный актив. Это, опять же, бумага с рейтингом AAA. Вот, по крайней мере, говорю на основе тех четырех выпусков, которые у нас были, на общий объем 45 миллиардов рублей. И привлеченные таким образом средства с рынка, они направляются уже на финансирование инфраструктурных проектов. Так как я уже затронул тему длительности и льготности финансирования, то здесь, естественно, присутствует элемент госсубсидии. То есть, вот первое, то, о чем я говорил, это активная часть нашего механизма. Это абсолютно рыночный механизм. А на пассивной части у нас, соответственно, займы, которые выдаются уже по льготной ставке. Вот эта дельта покрывается за счет субсидий с федерального бюджета. Соответственно, у нас там ориентировочная ставка для конечного заемщика – это 4,4,5%. И направлен он на финансирование, собственно, инфраструктурных проектов, таких как проекты ЖКХ, какие-то дороги, подъездные, внутриквартальные для микрорайонов, в том числе крупные дорожные проекты, обходы городов. В принципе, сейчас с Автодором смотрим ряд проектов федерального масштаба. Ну и, естественно, объекты социальной инфраструктуры – это школы, садики, больницы и так далее. То есть все, что нужно для того, чтобы обеспечить жителей, людей нашей страны всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания. Мы институт развития в жилищной сфере, поэтому отвечаем в первую очередь за жилье, за городскую среду, за ввод новых квадратных метров и так далее. У нас есть ряд различных инструментов внутри нашего механизма, как мы можем финансировать проекты. В первую очередь сейчас это ГЧП и концессии, как инструмент финансирования инфраструктурных проектов, сейчас очень активно используется в стране. Ну и есть еще ряд, вариант опций, когда мы можем финансировать застройщиков жилищного строительства. И корпорация развития субъектов, ну и иные компании, ресурсоснабжающие компании и так далее. Несколько раз уже расширяли возможные виды инфраструктуры в рамках механизма, добавили туда туристическую инфраструктуру, подвижной состав. То есть сейчас есть у нас там трамвайные проекты в Санкт-Петербурге из крупных, там 17 миллиардов рублей объем займа. Есть проекты в Самарской области, это обход города Тольятти, там тоже на 24 миллиарда рублей займ. Они все уже находятся в реализации. Если говорить о текущем статусе, то у нас в портфеле проектов на 133 миллиарда рублей. Это 40 проектов в 21 регионе Российской Федерации. Ну и так как все-таки тема сессии это долговое финансирование, я вот сейчас немножко просто рассказал про активную нашу часть, то есть про то, куда мы направляем деньги, да, но по сути, естественно, наша цель – это финансировать инфраструктуру, но в том числе и создать новый вид финансового актива, который позволит инвесторам, по сути, направить деньги в строительство инфраструктуры, при этом глубоко не копаясь в конкретном каждом проекте, потому что, ну когда вообще в целом разрабатывался этот механизм, мы, естественно, посмотрели на мировую практику, и много где в мире, вот есть примеры Индии, США, Бразилии, Китая, крупные инфраструктурные проекты финансируются именно за счет выпуска облигаций. Есть разные виды этих облигаций, инфраструктурные, там специальные, муниципальные облигации в Китае, Бразилии, в Индии, и там уже рынок развитый, там есть уже целый класс инвесторов, готовых, специализирующихся на инвестициях в долговые инструменты, которые, собственно, привязаны к инфраструктурным проектам. Ну, в России пока такого нету, по крайней мере, еще недостаточно этот объем рынка, и базово большинство инвесторов не готовы глубоко копаться, но когда есть какой-то актив, который для них гомогенен с точки зрения риска, имеет высокий кредитный рейтинг, вот они готовы идти в это направление. Поэтому вот был у нас пример в Дом.РФ с ипотечными ценными бумагами и ЦБ, сейчас вот как класс актива, как класс долговой цены бумаги, общий объем этого рынка второй после ОФЗ в стране. То есть после, этот класс обогнал сейчас регионы, выпуски облигаций регионов, там, по-моему, 0,7 триллиона. Александр, буквально пару минут у нас осталось. Да, но вот сейчас и ЦБ это второй, и, соответственно, верим, что так как потребность финансирования инфраструктуры в стране, она огромная, нужны рыночные деньги, за счет государственных только не получится все это профинансировать, то верим, что вот этот инструмент в том числе со временем наберет значительные масштабы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!